А в селе Яльчике состоялся заключительный этап спартакиады органов государственной власти. Кому удалось взять золотые медали, об этом в следующем материале. По традиции спартакиада органов государственной власти стартует в январе. В начале года ее участники встают на лыжи, летом состязаются в пулевой стрельбе, легкоатлетической эстафете, мини-футболе и перетягивают канат. В финальный этап выбились более 80 команд. Первые медали разыграли в бассейне. Самыми лучшими пловцами в этот день были полицейские, сотрудники администрации главы Чувашской республики и работники Чебоксарской администрации. Лождественные лица, органы власти, начальники должны не только на уровне разговора, на словах, своим личным примером должны показывать жителям, молодым прежде всего людям, чтобы они тоже вовлеклись в физическую культуру и спорт. Кто хочет на профессиональной основе заниматься, условий у нас достаточно. Вот физкультурно-спортивный комплекс прекрасный же, да, практически. Все условия есть. Но особое внимание болельщиков было приковано к соревнованиям по волейболу. Команда кабинета министров, которую возглавил Михаил Игнатьев, сначала обыграла сборную глав администрации. Сломить напор команды исполнительной власти не удалось и депутатам Государственного совета Чувашии. Обе игры завершились со счетом 2-0. «Играть надо чаще, заниматься спортом, тогда все пойдет так. Мы же редко собираемся. У каждого свой вид спорта. Я, например, больше в футбол играю, в волейбол играю реже. Ну и сыгранности как таковой нет. Будем чаще заниматься спортом, будем чаще встречаться, будут лучшие результаты». На первую ступень педестала почета финального этапа спартакиады поднялись сотрудники федерального казначейства, полицейские, представители Министерства спорта, а также работники Канарской и Вурнарской администраций. Когда все медали были разыграны, чиновники сменили спортивные костюмы на деловые. В селе Яльчики провели расширенное совещание руководителей органов государственной власти. Его участники рассмотрели плановые показатели ввода жилья, проанализировали объемы поступлений в казну, акцизных сборов от продажи местной алкогольной продукции. Чиновники также обсудили, как решается проблема дефицита земель для многодетных семей.